Недавняя провокация, устроенная армянскими вооруженными силами 12 июля на участке государственной границы между Азербайджаном и Арменией, до сих пор не сходит с информационной повестки дня. Особенность данной провокации, приведшей к человеческим жертвам с обеих сторон, заключается в том, что данная провокация была осуществлена за пределами территории Нагорно-Карабахского конфликта. В пределах данной провокации наблюдается открытая агрессия против суверенной территории Азербайджана, а также наличие многочисленных версий об истинных заказчиках, целях и факторах, побудивших армянское правительство пойти на этот преступный шаг. На сегодняшний день потери азербайджанской стороны известны. Благо, пресс-служба Министерства обороны Азербайджана периодически доводила полную информацию до общественности страны. В отличие от Азербайджанского оборонного ведомства, Министерство обороны Армении до сих пор продолжает утверждать о потере всего лишь четырех военнослужащих и ранениях различной степени 36. В связи с этим, с вашего позволения, сегодня мы проведем краткий поверхностный анализ возможных потерь армянской стороны. В качестве основы для анализа мы используем только лишь официальную информацию, распространенную в период вооруженного конфликта азербайджанской стороной. Количество личного состава и техники рассчитывается приблизительно, основываясь на требованиях и нормативах современных боевых уставов. Ссылки на анализируемые действия прилагаются к видео. Итак, приступим. Первое. Поражение опорного пункта 13 июля. На видео запечатлено прямое попадание и огневое поражение взводного опорного пункта в количестве до 15 человек командного и личного состава, плюс боевая техника, БМП, БТР. Второе. Поражение ряда объектов военного назначения и военной техники 13 июля. На видео запечатлен ряд прямых попаданий и огневых поражений ротных опорных пунктов, автопарков, мест укрытий и сосредоточения боевой техники и личного состава. Точные масштабы нанесенного ущерба оценить сложно, однако, как видно из записи, речь идет о десятках потерь живой силы и около пяти единиц боевой техники. Третье. Поражение ряда огневых позиций и углубленных пунктов обороны 14 июля. На видео запечатлено прямое попадание и огневое поражение командного пункта управления, а также объекта складирования боеприпасов и оружия. Судя по антеннам и количеству машин управления, речь идет о пункте управления стратегического назначения, что подразумевает нахождение на нем командного состава. Густой дым, заметный после поражения места складирования боеприпасов и взрыв большой силы, указывает на большое количество боеприпасов, содержащих порох. Вполне вероятно, что речь идет об артиллерийских снарядах крупного калибра. Четвертое. Поражение пункта управления артиллерийским огнем 14 июля. Предположительно, речь идет о потере минимум 15 человек личного состава, средств связи, разведки, в том числе личный состав метеорологического пункта. Пятое. Поражение долговременной огневой точки 14 июля. Судя по трем грузовым автомобилям, речь идет об уничтожении до роты живой силы противника, то есть около 100 человек личного состава. Учитывая, что во время попадания часть личного состава была на позиции, цифры могут вариваться в пределах 30 человек. Шестое. Поражение опорного ротного пункта 14 июля. На видео запечатлено прямое попадание и огневое поражение ротного опорного пункта в количестве до 30 человек командного и личного состава, техники связи, а также управления войсками и разведки. Седьмое. Поражение места скопления и хранения боевой техники 15 июля. На видео запечатлено прямое попадание и огневое поражение места стоянки боевой техники и транспортных средств роты. Судя по возгоранию и клубам дыма, вероятность поражения транспортных средств и цистерн с дизельным топливом. Восьмое. Поражение военного объекта противника 15 июля. На видео запечатлено поражение объекта хозяйственного предназначения войсковой части. Судя по кадрам, на момент попадания в здание находился личный состав, поскольку заметны несколько человек, находящихся в тени. Речь может идти об одном-двух десятках убитых и раненых. Девятое. Поражение командного пункта управления ведением огнем 15 июля. На видео запечатлено прямое попадание и огневое поражение взводного командного пункта управления ведением огнем. Речь идет о потерях в живой силе до 15 человек командного и личного состава, техники связи, наблюдения и разведки. Десятое. Поражение военного транспортного средства 15 июля. На видео запечатлено прямое попадание и огневое поражение военного транспортного средства с личным составом в количестве до взвода, то есть до 30 человек командного и личного состава. Одиннадцатое. Поражение полевого командного пункта управления 15 июля. На видео запечатлено прямое попадание и огневое поражение полевого командного пункта управления. Судя по размерам и оборудованию пункта, можно заключить, что это пункт управления дивизиона либо батальона. Предполагается уничтожение командного и личного состава в количестве до 30 человек, а также техники управления, связи и ведения разведки. Двенадцатое. Поражение военного объекта противника 16 июля. На видео запечатлено поражение казармы противника. Судя по наличию двух транспортных средств, личный состав на момент попадания находился в строении. Речь идет о потере до 60 человек убитыми и ранеными. Тринадцатое. Поражение автомобильной техники противника 16 июля. На видео запечатлен момент точного попадания снаряда в транспортное средство. Уничтожено до 5 человек живой силы. Как видите, на 13 видеороликах запечатлено явное уничтожение ряда объектов различного назначения и транспортной техники противника. Оценку вероятных потерь живой силы и технических средств можете произвести сами. Используя открытые источники в интернете, нетрудно посчитать приблизительные потери армянской армии за 4 дня боестолкновений. Очевидно, что цифра, озвученная армянским оборонным ведомством, в десятки раз занижена. Речь идет о десятках уничтоженных транспортных средствах, военной техники, средствах управления, наблюдения, разведки, а также живой силе, в том числе командного состава не менее 100 человек в общем. В любом случае, мнения противоположной стороны всегда приветствуются. Однако, прежде чем оспорить, представьте доказательства, так как сразу же через сутки после прекращения ведения боевых действий, в армянской прессе появились сообщения о внезапных автомобильных авариях, жертвами которых становятся военнослужащие. Судя по всему, холодильники открыты, и в ближайшие дни нас ожидает множество сюрпризов. Продолжение следует...